Всем привет! Ну что, наконец-то я начала снимать этот влог, то есть влоги я уже снимала на протяжении двух месяцев, как вернулась с Грузии, но я никак не могла их вот, наверное, просто смонтировать. Поэтому я решила, что уже надо. В инстаграм у меня девочки просили, говорит, а, ну когда будут влоги, где будет Доминика и Демид? Я думаю, так, хватит, все откладываю, начинаю монтировать видео, но они, наверное, уже не актуальны. Потом подумала, почему бы не сделать такую вот нарезочку. Самые интересные события, которые происходили за эти два месяца, может быть, те посылочки, которые мне присылали, я считаю, это очень полезная информация. Я вам выложу и покажу. И еще покажу, знаете, такое получилось очень интересно. Мы когда переехали, я поменяла воду. Ну, вы видели в инстаграм, в инстаграм я снимаю сторисы. Кто, кстати, не подписан на инстаграм, обязательно подпишитесь. Это такие мини-вложки. Мне очень нравится смотреть у других сторисы, и мне кажется, что мои сторисы тоже очень даже неплохие. Ну, мне так кажется. Напишите мне в комментарии, смотрите вы мои сторисы в инстаграме или нет. Так вот, я снимала сторисы и снимала для вас, показывала, что я поменяла водичку. Мы раньше пили одну воду, заказывали в бутылях, и когда мы переехали, я заказала другую. Водичку заказала Аляску, потому что у меня Дема аллергик, и, в общем, целая история с водой. И вот Аляска нам подошла, и этот сторис попал в нужные глаза, и оказывается, теперь для моих подписчиков по промокоду Аляска2018 вы можете получить водичку со скидкой. Второй бутыль вам будет стоить 1 гривну 20 копеек, а на помпу минус 25 процентов. Мне кажется, очень круто, и я очень рада, что вот, заказывая воду, еще и мои подписчики тоже получают такой бонус. Воды я вам поставляю и покажу, когда мы только переехали, как я заказывала воду, как ее привозили. Я просто это снимала, как обычную жизнь, а получилось, видите, как получилось. Это вы заховалися в городах. Ну да, есть такое, чтоб никто не нашел. Я понял. А я тут на хвате. Ну мало ли, мы ж тут девушки. Ну, хотел сказать, у нас с такой ручкой будет. Не-не. Я понимаю. Так, давайте. 631 и 20 копеек. 631 раз. Сам считай, я понял. Сертификат. Министерство охороны здоровья Украины, Державное санитарное... Все документы есть. Итак, мы сейчас переехали, и я начала мониторить, какую воду лучше всего заказывать. Я нашла воду, которая, вот я вам по документам даже показала, потому что я долго выбирала, какую воду надо заказать для того, чтобы она удовлетворяла потребности нашего организма. Потому что у меня есть дети, я мама, я переживаю. Мне привезли три бутыля. Так нам удобно, потому что мы и не только пьем эту воду, мы и готовим с этой водой. Ну, вообще с водой, да? Не с крана. Пьем чай, кофе, варим компот, и все на воде. И вода должна быть качественной. Напишите в комментариях, какую воду заказываете вы, или у вас стоит фильтр, или какая-то определенная вода. Привет! Ну вот, наконец-то я вернулась в Киев с Грузией. Можно сказать, я отходила от дороги, от впечатлений, потому что Грузия такая страна, в которой ты наполняешься многими. Такими позитивными вещами, и я это в себе екать. А сегодня я была уже на презентации нового запуска от Avon. Называется он Horobra. Horro и большими буквами Bra. Совместно с домом белья Аннабель Арто. И я думаю, что эта информация будет для вас очень полезна, потому что мы, женщины, должны следить за своим здоровьем и обязательно ходить к маммологу. И покупая белье, там есть определенная линия. Я вам сейчас это все покажу. Покажу, как проходила презентация, и покажу вам белье, и покажу вам купальники. Но на это белье, бежевого такого цвета, телесного, на него действует 20% скидки. И эти 20% уходят на покупку маммографов. Поэтому это благое дело. И вот так же нужно знать, что последний момент, это дылянка под рукой. Под рукой мы не будем с вами пребывать генематичные мусли. Это все совсем сложно. И на это все остается через 20-30 лет. Но под рукой часто в женщинах есть додатковая молочная залоза. Это так же нужно знать, если вы придете на маммолога, на маммографии в молозе. Вам однозначно вперше колись про это озвучить. Суть в чему, патология молочной залозы буває не только в семей молочной залозе. Вона буває в усих віддаленных частях, но и в которых также мают структуру молочной залозы. И это чаще всего под акселярной дылянкой. Под рукой, когда половина, когда человек обрекает болезнь и его конкурентацию. Но я старалась основные моменты озвучить. И все же таки завершить тем, что мы вас очень сильно чекаем. И эти сюрпризы, которые у вас в сумочках есть, обовязково мы не можем использовать. Мы мечтали, что тут, но я решила сидеть, можно купить и покупать его. Мы чекаем у вас. Мы дивимся на себя в зеркало и оцениваем себя с опущенными руками, с поднятыми руками и обовязково в бек. Тобто мы оцениваем, чин день ніяких загинев на шкаре нема, чин день ніяких лимонной кирочки на шкаре нема, чи не втянутись у сочок, чи есть вот эти кирочки на сосково-ролярном комплексе, чи шкіра всюди одинакового кольору, чи немає пигментации по червоню. На жаль, могу сказать, что плохие диагнозы очень редко болят. И женщина при лечении фактически выздоравливает. То есть, вот вы сегодня видели цифры 95%. Я вот так скажу, что сегодня при нулевой и первой стадии это 98% уже. То есть, у лишь 2% я женщину говорю, у вас рисков, даже теоретически, если мы выявим какую-то, что в поле у вас нормальной стадии, рисков у вас получить осложнение от гриппа, гневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний, аппендицитов и так далее, то гораздо больше, чем от этой болячки. И женщина тогда спокойно на это реагирует. И вот, когда женщине это все объясняют, то есть, она в следующий раз приходит уже с удовольствием. Потому что она знает, что если теоретически что-то и будет, то она выздоравливает. Это не излечимая болезнь. Поэтому, опять же, видите, я еще раз говорю, все это уже изучено. Зашла после мероприятия в Зару Хом. Вон, девчонки, блогеры. И причем, самое интересное, мы договаривались. Каждая сюда пришла, и здесь мы встретились. А до этого мы попрощались. Это Маша. Подписывайтесь на нее в Инстаграм. Какая ты в Инстаграм? Ставил Машу. Ставил Машу, да. Как и везде. Как и везде. Прошу прощения, видео съемка запрещена. А раньше, пожалуйста, видео не сделает. Вы представляете, мы даем вам рекламу, и вы же нам запрещаете. Это к нам, чтобы вы просили. Кажите, как у меня. Никто съемка не... для себя съемка не запрещена. Мы не видим. Так это для себя съемка. Я не знаю, как мы сказали. Представляете? Мы уже постинеток собаку съели. На самом деле у вас... Наверное, адвокат. Это не запрещено нигде заставать. Это просто на словах. Я, благо, благо, но... Так сказать. Ладно, чтобы не ругаться, я выключаю. Не надо это резать, не надо. Пусть стакан будет в кадре. Это Алина Маркова. Кадр первый, думаю, второй. Мы тут пообедать решили. Да. И выпить кофе. Да. Она уже... Ага, хитренькая. Уже унесли то, что она ела. И она ела. Неполезность. Ну, я за полезную еду. Да, да, да. В общем, не мясо. Ей мощную. Там попи есть, куда расти. Да. Ее даже... А ты, кстати, от мяса отказалась? От мяса отказалась еще в 2012 году. Или в 2011, не больше. Нет, в 2012. Одна я вот это вот мясо пока еще ела. Ну, я тебе скажу, что я от мяса отказалась еще со второго класса по 14 лет. То есть я выросла без мяса. Вот видите, это те, которые говорят, что нет, белок нужен, он полезен. Ну, вообще, я стала всеядной. Застанула жизни. У нее очень классные джинсы, юбки, шорты. Да-да-да, винтажные, кстати. Да. Ревайз. Да. И я оставляю инстаграм внизу. Вы можете пройти, посмотреть. Я оставлю как личную страничку, так и брендовую. Можно еще же говорить брендовую? Потому что это уже бренд. Ну, да, может быть. Свой личный. На самом деле, человек, который приходит и заказывает наши джинсы, у нас заказывает джинсы, он и сам создатель, творец своей модели. Потому что мы отталкиваемся от самих джинсов. Они создают сам свой дизайн. Надо джинсы сами говорить. Какими они придут быть. И фигура человека. Мы ничего супер такого особенного не творим. Мы просто садим идеальные джинсы по фигуре. И джинсы качественные, хорошие винтажные левайсы, которые я селекционирую, отбираю. Там действительно оригинальные винтажные вещи. Мода создавала стиль именно до 90-х, до конца 90-х. Ну, еще нулевые была низкая талия. Но нулевые для меня это фриковое время. Хотя нулевые тоже, ну, это, знаешь, низкая талия, это вся пошлость. Ты же понимаешь, что потом это вернется через десятилетия. Это вернется, и я это буду создавать. Так что молчи. Не, ну низкая талия некоторым девочкам нужна. Ну, у кого там пропорции тела, не позволяет. Вот, так говорят стилисты. Потому что псевдо-стилисты, они надевают на вас все на свете. Говорят, это модно, даже не понимая о том, что это не подходит. Так что вот так. Ну, не все, только лишь те, которые не понимают пропорции и каноны. Я же говорю, псевдо-стилисты. Псевдо, да. Ну, инициалы. Эту штучку я сюда ложу. А это для блинчиковой олади, как новенькую. Для Дюмы и меня. И Ники. А меня. Можно я тоже буду кушать? Так, хорошо, и тебя. Сейчас я вам покажу. Я смеюсь и говорю, у меня машина превратилась уже в грузовой такой автомобиль. Смотрите, что тут только нету. У меня здесь кардиган лежал, и сейчас вот этот вот клей бабахнулся прямо на кардиган. Я такая, о боже мой, кардиган. Но это еще не все. Ну, у меня еще есть вот здесь вот таразит. Вот тут вот варочная поверхность. В общем, автомобиль у меня явно превратился в грузовой. Я уже неделю снимаю этот влог, поэтому я потеряла логическую цепочку сути этого видео. Поэтому просто буду рассказывать, что происходит. У меня помимо этого влога еще Грузия, которую я монтирую, строительные влоги. И вот все надо как-то собрать. В предыдущем влоге мне писала девочка в комментарии о том, что снимай болтологию отдельно, потому что сильно много болтаешь. Вы знаете, я заметила, что в принципе да, я много говорю, но это, наверное, моя такая особенность. И если переносить влоги на болтологию просто на влогию, ну, у меня не получится, я буду ломать себя. Поэтому я оставлю все как есть. Вы уж меня простите. Если вам моя болталка, ну, не совсем идет, не заходит, как говорится, то ничего сделать не могу. Вот я такая, и да, у меня стоят подписчики, они не растут, но зато у меня есть свой, знаете как, у меня есть своя аудитория, которая со мной года. Они уже знают о моем переезде, о моей жизни, о моих детях, все. Поэтому я благодарна, что они со мной всегда. Ну, а то, что не растут, ну, ну, такое. Сегодня я была на встрече с Машей Тимошенко, это мама-блогер молодая. Я думаю, вы все ее знаете. Она сейчас снимает серию видео на тему после беременности, фигура, питание, и задавала мне пару вопросов. Поэтому скоро, наверное, выйдет у нее на канале такое видео, сможете посмотреть. И я посмотрела первое ее. Мне понравилось, очень такое прикольное. Маша молодец. У нее, она хоть и молодая, но у нее есть чему поучиться в плане именно стратегии продвижения канала. То есть у нее видео такие четкие, а у меня такие расхлябанные. Вот, поэтому очень классно, когда есть с кого брать пример. Она молодец. Но я так давно не смотрела ничьи видео, что я даже не знаю, что сейчас актуально, модно. Я не знаю, что сейчас в тренде, кто что снимает. Просто, вы знаете, я снимаю все, что в моей жизни происходит. Может быть, это неправильно. Надо задуматься, подумать. Но мне просто физически не хватает времени. И я думаю, наверное, мне просто надо как-то расставить правильно акцент. От того, что сейчас стройка, она занимает полностью все мое время, у меня не хватает ни на что больше ни сил, ни внимания. Все это я к чему? К тому, что мы можем научиться даже у молодых. То есть я учусь иногда у своей дочери чему-то, какой-то непосредственности, какой-то беспричинной радости. Вот и сегодня я посмотрела на Машу и увидела в ней мудрость. Она молодая, но такая вот хорошая девочка, понравилась. И я задумалась, что, наверное, мне надо что-то с моими видео делать. Напишите мне в комментариях ваши предложения, как вы видите. Может быть, что-то надо мне поменять, чтобы начался рост. Хотя перед этим я вам сказала, что ломать себя мне не особо хочется, но, опять же, изменений каких-то хочется. Я хочу с вашей стороны услышать, как вы это видите. Мне будет очень приятно, если вы напишите. Если напишите, что все устраивает, я тоже буду очень благодарна, и меня это порадует. Но давайте будем откровенны, без обид, конечно, но конструктивную критику я с удовольствием почитаю. Продолжение следует... Курьер привез посылку для Рош-Позе, преспак. Смотрите, какая красота. Можно не распаковывать, сразу ехать на пляж. Полотенце есть, фрукты есть, защита от солнышка есть. Все, на пляж. Класс. И сумка очень классная. Она очень хорошо подойдет под сарафан летний. Супер. Боже, боже, как классно. Для Рош-Позе спасибо. Сейчас распакую, посмотрю, какая защита. Потому что я, как понимаю, это для всей семьи. И вам расскажу. Итак, посылку я разобрала. Хочу показать. Это, конечно, вся вкуснота. Она быстро сейчас съестся моими детками. Я вам хочу показать вот эту мега-крутую вещь. Я себе такое хотела. Еще неделю-две назад я подумала о том, что мне нужен крем солнцезащитный, чтобы боролся с пигментными пятнами, чтобы был с тонирующим эффектом. И тут для Рош-Позе присылают. Тут SPF 50, тонирующий эффект и при этом борьба с пигментными пятнами. Это просто класс. Ну, если вы меня смотрите, вы знаете, что я борюсь с пигментными пятнами уже не один год. Я даже вас спрашивала, что помогает. А тут такой крем. Ну, это класс. Я буду пробовать и хочу еще отметить, что, видите, все продумано до мелочей от того, что вот дозатор, продукт будет расходоваться вообще минимально. Класс. Губки. Надо их защищать. Здесь защита, высокая защита. Если вы, опять же, меня смотрите на всех морях, я всегда говорю о том, что губы защищаемые. У меня всегда есть помады, которые с SPF. А тут, видите, аж 50, SPF 50. Так что класс. И детки. Наши детки, конфетки, спрей тоже SPF 50. И это очень хорошо. Водостойкий. Это плюс. Потому что детвора постоянно в воде. Вышла, залезла, вышла, залезла. А в виде спрея очень легко наносить и растирать. Ну, это, наверное, даже чуть лучше, чем крем. Хотя у меня с La Roche-Posay и крем. И вот мы были, когда с Демидом на море в... Когда мы были? В апреле. Вот. Малой у меня вообще почти не загорел. Потому что я его всего обмазывала солнцезащитным кремом. Тоже, кстати, SPF 50. Так вот, солнцезащитный SPF 50 плюс. То, что он водостойкий плюс. И самое, что для меня еще очень важно, это то, что он без ароматизаторов. Я не люблю, когда детские линии есть с ароматизаторами. Конечно, иногда пользуюсь, если там где-то попадается. Но вообще это очень классно, когда детские линии без запаха. Так что, La Roche-Posay, огромное спасибо. Девочки, я вам рассказала, показала. Я думаю, что ваши комментарии могут помочь кому-то определиться с детской линией. Ну, то есть, чем защищать детскую кожу. Ой, я жопу нашлокосную. Смотрите, что я привезла. Чертежи в формате А3. Здесь будет план. Обязательно надо план. Электрики и канализации. Да, хорошие. Сейчас, секундочку. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз, когда вы вдруг захотите где-то вбить гвоздь или где-то что-то просверлить, чтобы вы не попали в провода электрики. То есть, поэтому должны начертить план полностью электрики. Где, как, сколько сантиметров. То же самое по поводу и канализации. Вот. И у меня это формат А3, для того, чтобы все было видно и все понятно. Следующий этап. Канализацию я вам еще не сняла. Электрика я закончила. В доме есть электрика. Все в порядке. Осталось только подключить. Вот. И следующая канализация, она тоже готовая, она уже закончена. Я вам чуть-чуть буквально расскажу, потому что, по сути, там работы было немного. Поотвечаю на вопросы подписчиков под видео. И следующий этап, это, конечно же, теплый пол. Вот тут нюансов очень много. Вообще, на самом деле, строительства, нюансов всегда очень много. Но мне кажется, что у меня попались очень хорошие строители. И любой вопрос, у них есть ответ. И ответ меня устраивает. Устраивает других строителей. Когда, например, я консультируюсь и говорю, а вот если вы так. А это вот так. Знаете, как опыт трех врачей. Три врача должны сказать диагноз. Обывайте. Знаете, как три врача. Они должны сказать каждый свой диагноз. И два диагноза должны совпасть. Значит, все верно. Так и я. Я узнаю у других строителей. И многие удивляются. Ой, да. Ну, и я понимаю по их выражению лица, что мои рулят. Так что оставайтесь со мной. Дальше будем.